Это слышно на весь ресторан Уходит в нос, да, можно даже переноситься, дотронуться, да, и чтобы вибрация пошла, когда получается так То есть многие, ну, даже после третьего занятия не сразу То есть всё-таки я думаю, что у многих у кого-то предрасположенность есть, да, а у кого-то нет Ну, в плане не на китайский, а именно языковой аппарат, да, готовый ко всему 1,4 миллиарда человек в стране живут Так, без паники. Девчонки, привет! Сейчас всё объясню. У меня сейчас был реально урок, пробанный урок китайского языка. Что меня на это сподвигло? У меня в ресторане очень много китайцев, в принципе, это язык интересный, и я себе надумала, что было бы прикольно, если бы я с китайцами говорила на китайском. Да, да, я знаю, это выглядит максимально тупо, глупо, и как это ещё может выглядеть. Так вот, сегодня было первое пробное занятие, естественно, это было бесплатно, это школа в Санкт-Петербурге находится, но также у них есть занятия онлайн. Вот, я себя решила попробовать. Моё удивление было, что преподаватель, девушка, сказала, что у меня очень хорошее произношение. Ну, в плане она, ну, вы сами видели, вот. И она говорит, о, у вас так хорошо получается различать вот эти четыре тона. Она говорит, знакома с китайским? Я говорю, нет, вообще нет. А потом она ещё говорила, точно не знакома? Я говорю, да точно, вообще никогда не пробовала. Я говорю, я учила корейский, вот, а английский, но с английским у меня не лежит так душа, как к азиатским языкам. И самое такое было глуповатое, наверное, с моей стороны, услышать от преподавателя по ту сторону, это... Сейчас, секунду, я покашляю. Ни микрофон, ничего не выключался, прям она так сильно, очень сильно кашляла, где-то минуты-полторы. Потом говорит, вы не против, я возьму леденец, от чего-то так горло болит, вчера застудила, таблеточку пососу. Вот такая, да, и вот это вот все звуки, шуршание сумки, откуда-то она доставала вот этот блистер, выдавливала сам леденец. И потом вот это вот, знаете, на зубах, когда конфета есть твёрдая, именно леденцовая, вот это вот постоянно, я думаю, ну ладно, типа, чё, я же ничего не скажу, может, человеку реально плохо, но... Такое, конечно, будь я преподавателем языка, и если это была бы первая встреча, я бы максимально, наверное, сама переживала, хотя, может, она преподает, как она сказала, уже чуть больше года, вот, может, у неё так это, знаете, немножко границы размазались. Ну, да ладно, короче, девчуля, время уже пол первого, мне сейчас надо быстренько высушить волосы, и мы едем за кормом Джейку, 10 килограмм, ё-моё, вот, и едем смотреть маленькую куничку, маленькую куниху, котёнка, вот. И, блин, у меня просто, знаете, эмоции через край, но из-за того, что у меня сейчас такое состояние после урока, так скажем, да, я немножко ещё не отошла, и у меня в голове вот это вот, ушёл бы, ушёлся, всё, бошёл, и всё тому подобное. Она вообще офигела, как я произношу тон, который, я даже запомнила картинку, ну, потому что она мне мелькала перед глазами, но чтобы учить, я говорю, что я никогда не учила, честно. Вот я не хочу обманывать, у меня, правда, не было знакомства вот так вот с каким-то преподавателем, чтобы кто-то мне что-то объяснил про тона, вообще никогда. У меня просто есть любовь к какой-то пародии, и я очень часто слышу разговор именно китая, китайцев, которые в ресторане, они очень громко, у них есть манера общения чуть выше, чем у нас. То есть у них там, знаете, идут разговоры, и это слышно на весь ресторан. А, также девушка сказала, не знаю, возможно, это именно такие банальные фразы преподавателя, чтобы как-то себе ученика к себе расположить. Она сказала, что есть люди, которые предрасположены к изучению азиатских языков, то бишь, как я. А вот, она меня назвала именно такой, потому что у меня очень хорошо получается что-то говорить, точнее, что-то повторять за ней. Вот, а есть те, которым даётся очень трудно, но они потом это наверстают после некоторых уроков. Короче, ладно, с этим мы разобрались, оставим это так. Ну, вообще прикольно, прикольный опыт, мне понравилось. Борито. Хочешь себе сестрень? Джейк. Что ты меня пугаешь? Джекуля. Колбаса так. Девчонки, Ленечка, 3.10. Мы практически подъезжаем к конечкам. Мы ехали где-то около полутора часов. Мы ещё не доехали, конечно. Чуть-чуть осталось. Пока будем смотреть конечкам. Так, сладутика. Мы же сейчас будем подниматься. И будем щупать курицей. Да. Волнуюсь. Я тишу. Мне дымчат урожак. Дымчат урожак. Дымчат урожак. Волнуюсь. Ну, ладно. Погнали. Привет. Ага. Не открывайте дверь только. Ой. Я забрала. Ну, это пусть бежит. Это мамашка. Парик. Парик. Парашель. 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 Ой, рыбка. Эти кисточки прикольные. Так, а где Киря? Можешь искать. Парашель. Угу. Привет. Вон ещё один. А, ну вот он, троица. Вот раз, два, три. А это Росика. Рочка. Черепашка. Ну, это, конечно, было. Её нюхал. Неделю ходил там смотрел. Ну, вот. В общем, мелоди играет. Друзья, я думаю, никогда... Какая о чём? Ну, черепашки 9 у нас. Да, конечно. Ларик, Ларик, покажи свою физиономию. Мама Джейка. Ну, ваше чуть поменьше будет. Ой. Ого. Полёт к улице. Ребят. А у них какая-то страсть к лежанию на бумагам. Мы забрали корм Джейке. Мы забрали родословану Джейка. Сейчас покажу. Вот так она выглядит. Регуменчик. Целый год, наверное, за ним ехали. Вот. В следующий раз мы будем забирать уже наполнитель. Вот. Где-то в апреле. И... Леську. Вот. Мы выбрали кису. Себе. Джейк. Джейкину сестричку. Ты где? Здесь. Вот. Вот. Теперь Джейка будет сестричкой, они смогут играть вдвоём. И... Мы оставили взнос. Заполнили договор. Резервирование котёнка. Вот. Вот. У них будет прививка 31-го числа. И вот после прививки, спустя неделю, там их будут смотреть, как у них реакция пройдёт на эту прививку. И можно будет, в принципе, забирать. Вот. Вот такие вот дела. День рождения у Леськи 31-го декабря. Прикиньте. 31-го декабря. Как будем день рождения праздновать? Вместе с Новым годом. Вот такая вот. Это Джейкина сестра. Да, я же сказала, сестрёнка. Вот такие вот... Ой, там ещё кошаки ходят. Видно? Не, не видно, уже убежал. В общем, ладно. Как твои ощущения? Я, как всегда, растаял. Сейчас мы едем... Я не знаю, куда мы едем. Сейчас посмотрим и встретимся где-нибудь. Мы сейчас зашли в Ленту, потому что мы ехать снова, как я уже говорила, не один раз в полтора часа домой. Мы зашли в Ленту и напокупали всякие фигнюшки. Сникерс. Мало ли едим в последний раз. Вот такие мармеладки. Ну, это я уже. С голубых понабирала всякого. Нас сейчас не приняли на кассе, потому что у нас не было маски. Единственный раз, когда у нас, у меня не у Димы, не было масок с собой. Никакой. Вообще никакой. Окей, нет, у вас не обслуживаемый кейс. Окей. Она сказала, может, на кассу самообслуживаемой пройти? Окей, без проблем. Собрали все свои продукты и вот. Пришли сюда. Еще взяли трубочку, взяли слойку с ветчиной и сыром. Взяли чудо попить. Ехать далеко. Может, мы еще остановимся, мы поедем через Кронстат? По кольцу. Может, там чуть-чуть погуляем, но это не точно, ибо у нас английский скоро, а надо еще пару заданий сделать. Идет? Немножко красоты. Проезжаем через залив. Прикинь, это замедлится. Извините за хруст. Извините за хруст. Мы сейчас едем под водой. Странное чувство. Немножко страшно. Это не естественно. Угу. А ты прикинь, какое давление? Обалдеть. Осторожно. Все. Едем дальше. Девчонки, мы приехали. Сейчас покажу. Может, кому-то будет интересно. Мы вот такой вот корм взяли. Анимонда и для кастратов. Вот, 10 литров. Сейчас пойдем домой. Мы облопались. Меня укачало. Поспать успела. Я успела поспать. Ну, сколько я спала? Полчаса? Двадцать. Ну, плюс-минус. Сейчас надо прийти домой, успеть делать пару заданий и снова ехать. А как у вас дела? Как вы свои дни проживаете? Проживаете. Все, что осталось. Тащим колбасу домой. Батончик. Батон. И кефирок. У нас антикризисные меры в виде приобретения куличек. Кстати, Лесси мы выбирали вместе имя. Ну, я его предложила. Дим сказал, что прикольное. Вот, поэтому оставим Лесси. Будет Кью-Лесси. А так, ее назвали Киев. Именно в питомнике. Ну, а мы ее назвали Лесси. Забрать ее можно будет только после прививки. Второй. В три месяца. Так что это где-то будет начало апреля. Все, ладно. Топаем домой. Времечко полвосьмого. Мы уже выбегаем. Вроде как я и сделала домашку. Вот. Но на предыдущем уроке домашки, как я поняла, не было. Вот. Непонятно. Либо она была, просто мне ее не скинули. Джейк уже опробовал корм. Прям накинулся. Так что сейчас бежим на занятия. А где... А, все взял. Сейчас бежим на английский. Я еще успела поспать минут семь или десять. Меня прям вырубила. Так что все. Бежим. Бежим. Да? Да. Но сегодня он на велосипеде. Каких бику, клепу, кумбер и лонгвагер. Девчонки, время ровно в десять. Я потерял. Мы закончили. Дима тоже закончила. Не взял. Сейчас одеваемся и едем домой. Вот. Чем-нибудь будем приготовить быстренько и спать сразу. Сейчас спать очень хочется. А так день как все. Хороший. Такую малышку выбрали. Осталось только знать. Когда ее можно будет забыть. Ну нет, она больше. Такая худенькая вообще. Блин, такая косточка ходит. Небольшой сейл. Буррито. Ничего страшного. Бывает.